приветствую дорогие зрители на моем youtube канале меня зовут никита кастанда и сегодня мы с вами попробуем разобраться в таком важном вопросе как дефолт соединенных штатов америки грозит ли он и если грозит то как от него защититься и стоит ли вообще от него защищаться ну что ж поехали выпуск скорее всего получится не особо длинным потому что ну эта тема не та которая требует постоянного то есть широкого рассмотрения и история вся заключается в том что за последние месяцы очень сильно выросла стоимость сиди с на соединенных штатах америки то есть кредит на дефолтных свопы они очень сильно вырос и многие естественно поднимают кипиш рассказывая о том что в америке ближайшие там два-три месяца грозит дефолт если снова не поднимут потолок долга и кто-то даже говорит о том что типа на этих страховках банки же сами и заработают для начала я хочу рассказать одну интересную историю что вот смотрите что такое кредитный дефолтный своп то есть это определенная форма на форвар форвардное соглашение между покупателем который покупает этот кредитный дефолтный своп и продавцом который продает этот кредитный дефолтный своп и обязуется соответственно в случае наступления страхового события выплатить застрахованную сумму своего рода ну то есть это страховка до страховка от дефолта какого-то имитента на который собственно он покупается в 2008 году если мы помним майкл бьюри как раз таки и заработал хорошие деньги купив кредитный дефолтный своп и непосредственно эти ипотечные облигации которые собственно в конечном счете рухнули и никому стали не нужны вот сейчас же происходит следующая история да то есть во первых ну то есть сейчас вы увидите график на экране вот по стоимости кредитно-дефолтных свопов вот и собственно причина почему поднялся весь этот кипиш потому что стоимость этих кредитных дефолтных свопов она достигает практически уровней 2008 года то есть еще чуть-чуть и будут уровней 2008 года вот и сейчас же следует следом за предыдущим графиком вы увидите следующий график это график динамики государственного долга соединенных штатов америки и соответственно потолка государственного долга соединенных штатов америки то есть мы видим что ну то есть так или иначе вот эта комедийная драма с потолком государственного долга соединенных штатов америки она уже на самом деле не нова и стара как мир То есть они каждый раз устраивают вокруг этого шоу ежегодное с тем, что мы пришли к потолку госдолга, если мы сейчас не примем, то все. Даже я помню, в 2020 году или в 2021 году правительство отпускали, распускали в отпуск без оплаты, потому что там долг не подняли. Но в конечном счете все опять возвращалось на круги своя, они поднимали потолок госдолга и двигались дальше. И соответственно в текущих условиях, например, если мы будем возвращаться к кредитно-дефолтным свапам, как я и сказал, у медалей две стороны. То есть кредитно-дефолтный свап это внебиржевой инструмент и соответственно он недоступен для обычных людей. И в данной конструкции всегда есть покупатель, который его покупает и продавец, который продает. Это своего рода опцион, можно сказать. И покупатель, естественно, платит определенную премию, в данном случае она дорожает и очень дорогая эта премия. Но кто зарабатывает на этой всей истории? А зарабатывают, естественно, банки на продаже кредитно-дефолтных свапов. Эти банки, то есть продавцов к CDS на госдолг США не так много. Это топовые американские банки. Это JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и так далее. И естественно, если посмотреть правде в глаза, то для них это очень выгодная позиция сейчас подогревать через СМИ, через блогеров, через да вообще любую возможность историю с дефолтом Соединенных Штатов Америки. Потому что тогда они могут дороже продавать кредитно-дефолтные свапы, получать больше премий и зарабатывать больше денег. То есть вот такие вот банкстеры хитрые. Причем, на самом деле, для меня это кажется, ну не то, что кажется, для меня это является очевидным по одной простой причине, что если вы углубитесь в историю и почитаете о том, как появилась на свете Федеральная резервная система, для вас это не будет чем-то удивительным. Потому что именно банкстеры стали, скажем так, специально был создан искусственный финансовый кризис жуткий для того, чтобы протащить законопроект о создании Федеральной резервной системы. Если эта тема будет для вас интересна, напишите об этом в комментариях и я попробую заснять отдельный выпуск о том, как появилась Федеральная резервная система, какая у нее была история и что стало триггером, да, для того, чтобы все-таки подписали законопроекты. Почему именно Федеральная резервная система, а не Центральный банк, да, то есть что тоже достаточно интересно. Вот. И в этой всей истории я вижу только одну простую, простое объяснение, да. Во-первых, дефолт по Соединенным Штатам Америки, он крайне маловероятен, потому что если они допустят это, потому что, ну, как ни крути, понимаете, элиты, которые живут в Соединенных Штатах Америки, они заинтересованы в том, чтобы их страна процветала в любом случае, да, несмотря на то, что там каждый отстаивает свои интересы, но в общем и целом они сходятся в одном, что их страна, она должна быть самой лучшей, самой крутой, самой классной, да. И, соответственно, если текущая борьба, которая происходит сейчас вот с точки зрения государственного долга, точнее потолка государственного долга, она заключается лишь в, ну, то есть прослеживается одна простая истина, это то, что идет какой-то торг, да, то есть каким-то, они представляют какие-то свои цели, которые сейчас должны быть решены, вот. Какие цели, сложно говорить, потому что политика это многофакторная модель, и возвращаясь к теме, да, государственного долга, то есть я более чем уверен, что сейчас вся эта эпопея с государственным долгом закончится тем, что они в очередной раз повысят потолок государственного долга, насколько, не знаю, может быть полтора триллиона, может быть два. Во-первых, у них нет выбора, да, то есть, как бы, еще раз повторюсь, что сейчас в Соединенных Штатах Америки складывается, или даже не так, сложилась та ситуация, когда они будут вынуждены постоянно повышать потолок государственного долга. Во-первых, потому что торговый баланс у них отрицательный. Я не буду дублировать всю эту информацию, я рекомендую пересмотреть ролик на канале, который разбирает сравнение между Китаем и Соединенными Штатами Америки, то есть называется он заместитель Китая-США в ближайшей перспективе, в ближайшие 10 лет, и там все эти вопросы прекрасно разобраны. Вот, и, соответственно, сейчас у американцев есть лишь два пути, да. Первый, если они не повышают потолок государственного долга, то, соответственно, им нужно кардинально будет сократить расходы, которые на текущий момент превышают доходы где-то на 30-40 процентов, и для того, чтобы не повышать государственного долга, им нужно будет прийти к балансу, да, то есть чтобы их расходы были равны их доходам. Вот, но проблема в том, что на содержание, только на содержание текущего государственного долга в Соединенных Штатах Америки уходит уже на текущий момент, да, сейчас вот, появится график на экране, порядка 900 миллиардов долларов, при том, что поступления в бюджет на текущий момент составляют там 4-4,5, ну, там, в общем, 20% ВВП, то есть почти 5 триллионов. Давайте округлим в большую сторону, скажем так, дадим фору американцам. 5 триллионов они зарабатывают, и из этих 5 триллионов 900 миллиардов уходят на содержание государственного долга. Вот, и, естественно, эта цифра будет в перспективе только расти, потому что, ну, как это устроено? То есть вот есть государство, даже на примере наших УФЗ, да, то есть есть УФЗ однолетние, есть двухлетние, есть трех, четырех, пяти и так далее. У американцев то же самое, да, есть там месячные, трехмесячные, годовые, двухлетние, трехлетние, там, полутора и так далее. То есть целый спектр вот обязательств. И дальше, соответственно, когда у тебя подходит период, да, гасить твой инструмент, у тебя есть два варианта. Просто его погасить, да, достать из своего кармана и погасить, то есть все, увести из оборота. И второй сценарий – это рефинансировать, то есть занять заново деньги для того, чтобы погасить предыдущий долг. Вот, и в случае с американцами, да, они не могут просто погасить, потому что, как бы, денег у них нет. У них дефицитный бюджет, дефицитный торговый баланс. И, соответственно, у них остается только одно – это увеличивать патологию с долга и для того, чтобы поддерживать. Вот, и чтобы прийти к балансу, понимаете, им нужно будет сократить свои расходы, государственный расход, то есть на пенсии, на социалку, на инфраструктуру и на все прочее, чтобы прийти только к балансу, да, на, учитывая, что 900 миллиардов у них уходит на поддержание текущего долга, получают они 5 триллионов, да, то есть у них остается 4 триллиона доходов. А расход у них сейчас 7 триллионов, то есть на 2, там, с лишним триллиона долларов им нужно будет сократить государственные расходы. А это крупные колоссальные суммы. Вот, соответственно, естественно, они на это не пойдут. То есть это и увольнение в государственном аппарате, да, содержание чиновников. Ну, это очень много всего, то есть потому что государство является одним тоже из локомотивов, то есть уровень расходов государства, это также является одним из локомотивов, там, роста благосостояния и экономики в целом. Поэтому сокращение государственных расходов, естественно, приведет к увяданию. И, ну, сложно предположить, да, какие процессы будут развиваться при таком сценарии. И, естественно, все элиты, которые там находятся, они это прекрасно понимают. Вот. И поэтому они не дадут этому, ну, случиться, они договорятся. Да, то есть сейчас вот эта вся история с потолком госдолга идет на фоне того, что одна часть elite не может договориться с другой по каким-то своим критериям. Да, и поэтому, собственно, те не пропускают, а эти не могут пройти, потому что те не пропускают. Вот. Но они договорятся. То есть они сейчас устроят вот этот цирк, вот эту комедию, и в конечном счете государственный долг Соединенных Штатов Америки будет повышен еще на определенную величину. После чего, да, пройдет опять определенное время, и мы опять с вами увидим этот цирк с повышением государственного долга. Сам цирк этот с повышением государственного долга – это как раз-таки вот эта система взвешивания и противовесов. То есть если бы не было этого потолка государственного долга, то, соответственно, это бы, естественно, привело к худшим последствиям гораздо раньше, чем, собственно, они сейчас появились. Потому что каждый раз все равно шли вот эти терки и, соответственно, это все равно сдерживало наплыв, напор по печатанию денег. Однако, вот, кстати, яркий пример 2020 года, когда демократы заняли большинство и там, и там, и еще и президент-демократ, это позволило, ну, то есть, республиканцы, прошу прощения, это позволило, естественно, Трампу напечатать кучу бабла, кучу денег и, собственно, это привело к не очень, как мы видим, хорошим последствиям. Вот, и, естественно, в этой всей истории я что хочу сказать? Во-первых, то, что выросла страховка по CDS, это говорит лишь о том, что с большой вероятностью, скорее всего, дефолт не наступит. Вот, по одной простой причине, что если мы посмотрим на 2008 год, то именно стоимость CDS на все эти, скажем так, мусорные, да, вот эти вот структурные продукты, она выросла именно в момент уже коллапса, да, когда уже было поздно хеджироваться. А до этого туда даже никто не смотрел, понимаете, то есть, все даже не думали, что такое может произойти. Вот, поэтому, ну, то есть, здесь опять разыгрывается вот то правило, если все об этом говорят, то с большой долей вероятности это не произойдет, да, то есть, не произойдет конкретно вот там прямо сейчас. Вот, и, естественно, нужно понимать, да, что раз выросла стоимость CDS, значит, вырос спрос, значит, люди пытаются хеджировать, люди несут деньги. Продавцы продают эти CDS, продавцы это крупные банки, еще раз повторюсь, Соединенных Штатов Америки, это JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и так далее. То есть, если случится в Америке дефолт, то эти банки, понимаете, эти банки должны будут заплатить триллионы долларов тем, кто покупал эти CDS. А где они возьмут эти триллионы долларов? Это, естественно, очень сильно ударит по финансовой системе, финансовой устойчивости Соединенных Штатов Америки. Это ударит по доверию к финансовым инструментам Соединенных Штатов Америки. И это усилит отток капитала. Да, это просто, это огромное количество негативных сценариев. То есть, это просто, ну, скажем так, ну, в общем, это, понимаете, это не дефолт там в Аргентине или там в каком-нибудь Куалумпуру. Это дефолт Соединенных Штатов Америки. Поэтому с этой точки зрения, ну, как бы они, естественно, не дадут этому произойти. И то, что сейчас происходит в наших глазах, это просто очередной цирк. Вот. И банки, естественно, прекрасно это понимая. Я думаю, что они даже сами и самостоятельно подливают, ну, во-первых, там достаточно сильное финансовое лобби в Соединенных Штатах Америки. Вот. И они сами подливают вот это масло в огонь, да, разогревая вот эту историю с точки зрения, что вот будет дефолт для того, чтобы, ну, больше срубить. Премий, больше заработать денег. Вот и вся математика. Поэтому, резюмируя. На самом деле, безусловно, в нашем текущем мире произойти может все, что угодно. Но, еще раз повторюсь, зачем американцам адекватно сейчас дефолт? Незачем, да. То есть, как бы, нет логических причин для того, чтобы, да, его как-то, ну, это было целесообразно. То есть, поэтому на текущем этапе я более чем уверен, что потолок госдолога будет повышен, все будут счастливы, все будут рады и прекрасны. Потому что, еще раз говорю, что у американцев есть два пути, да, это в предыдущих роликах я об этом тоже много говорил. Первый путь – это привести бюджет и баланс в порядок, то есть, чтобы хотя бы расходы были равны доходам, да. Вот. И это первый путь, который позволит как-то там работать с этим долгом и не продолжать его наращивать. Ну, тогда вы сами можете оценить, насколько им это нужно сократить и как-то, ну, это, я, мне даже, я даже не хочу браться за построение вот этих прогнозов, да, что там произойдет, потому что, ну, это очень сложно. Вот. И, соответственно, и второй сценарий – это просто повышать потолок госдолга. Ну, сколько раз мы уже, вон, еще раз посмотрите на график на экране, да, вот, каждая вот эта ступенька – это повышение потолка государственного долга. Ну, голубая линия, да, вот. И каждая вот эта ступенька, она всегда сопровождалась вот этой вот эпопеей, что все, мы госдолг не повысим, будет дефолт, все, дефолтнем. Ну, как мы понимаем, да, что это все, еще раз повторюсь, это большая игра больших дядь для отстаивания своих интересов и для, скажем так, ведения переговоров с точки зрения получения каких-то плюшек. Вот и все. Поэтому, собственно, не обращайте внимания на будет дефолт, не будет дефолт, понимаете, все равно есть глобальные циклы, и мы пока будем двигаться в этом цикле, а все остальное, вот этот шум, он будет только вас отвлекать от ваших инвестиций, от, я не знаю, там, от каких-то планов и так далее. Не забивайте голову мусором, отключайте вот этот информационный шум и все будет хорошо. Поэтому, соответственно, вот такой вот у нас получился выпуск. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.